Всем привет, друзья! С вами снова я, Белый Копатель. И сегодня мы поговорим о новинке уже, скорее всего, 2022 года. О упрощенной версии Akaintronic Lite, или которая официально будет называться Akaintronic L. Ну, L расшифровывается как Lite-версия. Собственно, вчера в 19.00 на форуме ReviewDetector появилась эта новость, неожиданно для многих. О том, что в скором времени, но как со слов производителя, скорее всего, уже летом следующего года, 2020, выйдет облегченная версия Akaintronic. Кому интересно, следите за новостями и по ссылке на теме ReviewDetector, в описании есть ссылка, и также на нашу группу VK Akaintronic. Мы и про старшую модель здесь общаемся, и теперь будем и про младшую. Ну, давайте я вам покажу картинки, которые нам показали Akaintronic L. Упрощенная версия. Технология STF. Блочок, который шел дополнительно к катушке, он теперь убран в блок, внутрь блока, поэтому выглядит все более компактно. Выглядит симпатично. Добавили вот такую раскрасочку веселенькую. Выглядит более компактно и более симпатично, на мой взгляд. Блок несъемный, работает от шести батареек, и в нем всего доступна одна будет частотная пара 540. Невозможно будет поставить сюда 2,14. К сожалению, собственно, о чем уже и пошла речь. Жаркая в обсуждениях и у нас в группе, и на форуме. Три размера катушки пока анонсировано. 9х12 540 и 13 круг 540. Соответственно, 6х10 снайперка на 540. Потому что 540 это пара больше, конечно, по старине и по мелочи. Для классических имперских монет подошла бы больше пара 2,14. Вот. Но как таковую пока ее не анонсировали. Суть в том, что катушки будут дешевле, а вот сам блок, который был вот здесь вот у Интроника, у главного, у старшей версии крепился. Он сейчас убран внутрь, внутрь блока непосредственно. Вот. И тем самым, тем самым, соответственно, удешевляется цена самой катушки. Потому что блок не идет к каждой катушке, блок убран в голову. Не знаю, почему это вызвало ограничения в том плане, что нельзя поставить сюда 2,14. Потому что, опять же, повторяюсь, страна большая. Да и страны разные. И цели для поиска также у людей разные. Поэтому многим, возможно, нужна именно... Больше ищут имперских монет. Вот. Вот такая новость. Друзья, появилась она вчера. Читайте, пожалуйста, что пишут. Цитаты я привел с ревью детектора. Также Арбузов Виктор Олегович отметился. Прибор очень легкий и будет дешевле. Да, цена тоже будет дешевле на 25-30 тысяч примерно пока. Основные показатели назначения, как у Intronica STF с парой 540. Пишут, что не сильно он будет уступать старшей модели. Просто в нем нельзя будет поменять частотные пары. И катушки невзаимозаменяемые. Невзаимозаменяемые катушки между собой, сами понимаете. Даже между старшими и младшими моделями Intronica. Это тоже надо понимать. Естественно, и от АК предыдущих моделей Signum сюда также не подойдут катушки. Ну что, друзья. Новинка интересная. Пишите, что вы думаете. И следите за новостями по ссылкам в описании. Приходится еще, наверное, копить денежки на новую новинку. Ну, уже каждому свое. На сегодня это все. С вами был Белый Копатель. Всем удачи. Всем пока. За подробностями по ссылкам. Продолжение следует.